Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мне пришла посылочка с российского интернет-магазина Леонардо. И сейчас мы с вами вместе ее распакуем и посмотрим все, что мне пришло. Итак, друзья, я разложила все позиции товара, которые мне пришли, и сейчас мы с вами их рассматриваем. Как видите, пришло много всего, поэтому рассматривать мы будем очень тщательно и обсуждать каждую позицию товара. Давайте будем приступать! Итак, первое, о чем мы с вами поговорим, это вот такой вот браслетик а-ля Пандора. Он очень симпатично выглядит. Я его брала в размере 17 см. Это как раз мне на руку. И у него вот такая вот застежка. Крепится она довольно-таки хорошо. Если ее зажать, я потом ее не открою. Боюсь, потому что она очень хорошо крепится, и без помощи ее открыть будет сложновато. Еще я брала в набор к ней вот такие вот бусины. Но, наверное, я что-то не так поняла по размеру, и эти бусины слишком маленькие для данного браслетика. Для него нужно что-то больше с вот такими вот отверстиями, чтобы можно было спокойно одеть эту бусинку, и она нормально залазила и нормально смотрелась. В любом случае, браслетик сам очень классный. Вот эти вот штуки, вот эти бусинки, они тоже хорошо смотрятся. Они пластиковые, легкие, симпатично смотрятся. Вот эта их обработка красненькая. У меня тут в разных цветах они есть серебряные, есть черные и есть белые. Белые мне, честно говоря, как-то не особо понравились. Почему? Потому что цвет белого, он грязноват. Я думала, он будет такой более белый, более насыщенный. Я сейчас открою и вам его покажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ну, конечно же, без пакетика они смотрятся гораздо лучше, чем в пакетике. Но белый, он не белый, он какой-то более молочный. Но кому что нравится? Есть люди, которым такие вот молочные. Это нам нравятся гораздо больше, чем просто белые. В любом случае, они качественные. И где-то я их обязательно применю. Так же, как и сам браслетик. Что касается браслетика и вот этих вот бусинок, это, наверное, все. И давайте приступать к следующим позициям товара. Следующее, что мы с вами обсудим, это фурнитура. Фурнитура мне пришла в виде застежечек вот таких вот. Сейчас мы их рассмотрим поближе. А так же, кроме застежечек, я заказывала вот такие вот шнуры и подвески. Они очень классно смотрятся вместе с кулончиками. Я сейчас открою один из них и покажу вам. Вот этот вообще просто невероятно красивый. Он с лентами и с каким-то красивым черным кулончиком. Может, на даже разноцветным. Он будет просто шикарно смотреться на шее. И вот с этим поясочком ваши кулончики заиграют еще ярче. Кроме этого поясочка, я заказывала еще поясочки потоньше. Один черный и один белый. Черный немножечко толще. Вот так вот он выглядит. Вот его конфигурации. И беленький он немножко потоньше. Но я уверена, что я его точно к чему-то обязательно применю. Еще был один поясочек, который я заказывала вот такой вот. Он для браслетика. Смотрится просто шикарно. Хотя нет, он не для браслетика, наверное. Наверное, я в чем-то ошиблась. Сейчас я его открою. И мы с вами вместе посмотрим, что это такое интересное. Хотя, по-моему, должен был быть для браслетика. Нет, нет для браслетика. Это тоже поясочек на шее. Симпатично смотрится. Такой он гладенький в виде... Как это сказать правильно, что он мне напоминает? Он мне напоминает чешуйки змеи. Такие вот гладенькие, приятные на ощупь. Ну, очень приятный поясочек. Я вам точно могу вот его рекомендовать 100%. Так, с поясочками мы с вами разобрались. И переходим к самой фурнитуре, к самим застежкам. Застежки вот такие вот. Это фурнитура для рукоделия. Она металлическая вся. Два наборчика мне пришло в золоте, в золотом цвете. И один вот такой вот медный. Предлагаю открыть вот этот вот медный. И посмотреть, что же за фурнитура, что же за застежки мне пришли. Видите, они вот эти вот застежки состоят из двух частей. Вот так вот они выглядят. Они очень качественные металлы. Довольно-таки прочный. Толстый металл, что могу сказать. Ну, я уверена, что они вот качественно будут смотреться. Знаете, есть вот такие вот китайские застежки, которые вроде бы на картинке выглядят хорошо. А когда их берешь в руки, вот видно, что это дешевый материал. Это не относится к той категории. Они действительно качественные. Они, ну, и выглядят качественно. И вообще вот их берешь в руки, трогаешь. И понимаешь, что это, ну, не какая-то дешевая китайская подделка. А действительно то, на что стоит обратить внимание. Следующее я предлагаю открыть еще вот эти вот листики. Какие-то они прям такие интересные. Ага, вот такие вот листики. С теми же замочками. Вот так вот они смотрятся. Очень симпатичные. Спереди они выглядят вот так вот. Сзади вот так вот. Тоже так довольно симпатично. И их в наборе приходит по 5 штук. Поэтому это выгодное приобретение. Я вам ссылочки на них тоже оставлю под видео. И последние, какие мне пришли застежечки, так это вот такие вот круглые. Они самые обычные, видите. Золото оно такое приятное, невызывающе смотрится. Они тоже качественные, круглые. Такие вот материал довольно-таки прочный. Ну, мне однозначно они понравились. Их тоже пришло 5 штук. Всех застежечек вот в этой вот, не гамме, а вот в этой коллекции приходит по 5 штук. Поэтому я вам их тоже могу рекомендовать. И мы с вами приступаем к следующим позициям товара, которые мне пришли. Мне пришли крючки. Я их заказывала в размере 0,5. Это, если кто еще не знает, то они используются для плетения, для вязания жгутов, разнообразных сумочек. Для любого вязания, в котором используется бисер. Я раньше использовала 0,7 крючок. И крючков поменьше нигде не могла найти. Тут я их заказала сразу 5. Так что у меня с запасом. Они качественные, обычные, такие вот металлические, маленькие, тоненькие крючки. Так что их я вам тоже могу рекомендовать. Следующий это бисер. И бисер вот такой вот я заказывала Тоха. По 5 грамм в вот таких вот баночках. Честно, просто хотелось посмотреть на баночки. Какие они приходят. Ну, то, что там Тоха и он качественный, я ни на минуточку не сомневаюсь. Я заказывала в двух цветах. Коричневый и зеленый. Поэтому, ну, их я вам тоже могу рекомендовать. Тоха, он бисер качественный. Поэтому тут никаких вопросов к этому нет. Следующий бисер, который я заказывала. Это тоже был Тоха 15 размера. Я брала металлизированные цветы. Все цвета, все кроме вот этого вот красного. Красный он обычный. Я бы даже сказала, что прозрачный. Вот эти металлизированные цвета мне всегда были интересны. Мне было интересно, насколько они хороши в использовании и не облазят ли они. Так как я знаю, что есть линейка бисера, который металлизированный, который облазит. Эти я еще не использовала. Так что в процессе, в дальнейших мастер-классах обязательно расскажу вам свое мнение. Какой этот бисер в использовании, насколько он качественный и как вообще смотрится изделие. Ну, как смотрится изделие, это вы увидите уже в самих мастер-классах. В любом случае, на данный момент, что я могу сказать, так это то, что упаковка качественная. Бисер весь ровненький, красивенький. Цена на 100% соответствует качеству. Это то, что я сейчас могу сказать вам, глядя на саму упаковку. Следующие позиции бисера, который мне пришел. Это бисер прециоза, чешский бисер, самого разного размера. Вот это бисер 9 размера. Я вообще коллекционирую сейчас бисер разных размеров. Не знаю, правда, зачем. Он очень редко разных размеров используется в одном и том же изделии. Но мне почему-то вот так вот хочется. Это 9 бисер. Он вот такой вот красивый, фиолетовый, темный. Так что, если к кому-то приглянулся, он качественный, хорошо смотрится. И бисером 9 размера хорошо вязать сумочки. Следующий бисер 8 размера. Это бисер относится к моим любимым цветам бисера. Если вы меня давно смотрите, то вы, наверное, уже знаете, о чем я. А именно о бисере, который в полосочке. Сейчас я его вам покажу. Вот так вот он смотрится. Он, каждый бисер, он прозрачный, каждая бисеринка, она прозрачная. И полосатенькая красная с синим. Ну, очень симпатично смотрится. Это, правда, бисер 8 размера. Не знаю пока еще, куда его применять. Но обязательно что-то придумаем. Следующий цвет, опять же, это мои любимые полосатики. Это чешский бисер 10 размера. Полосатики красные с белым. Точнее, белые с красным. Вот, тоже симпатично смотрится. У меня уже где-то был такой бисер, я вам его показывала. Он качественный, хорошо смотрится, особенно в жгутах и лариатах. И следующая позиция бисера. Это бисер 11 размера. Бисер прозрачный. Вот такой вот он у меня коричневый. Зеленый, ближе к салатовому. Он круто смотрится на листиках и на цветах, которые вам нужно передать натуральность. Это вот такой вот цвет бисера. Он очень гармонично смотрится. Он красиво блестит. И в процессе работы он не стирается, так как это стекло. И оно уже вот, ну оно просто прозрачное стекло. И следующий, это тоже 11 размера бисер. Он у меня фиолетовый. Вот такой вот перламутровый. Это, кстати, если посмотреть, цвет один и тот же. Только этот матовый, а вот этот вот такой вот прозрачный. Ну, бисер в любом случае качественный. И я заказываю бисер всегда во всех интернет-магазинах, чтобы посмотреть, насколько он качественный. Это бисер первого сорта. И он, ну, он хорош. Что тут можно сказать? Чешский бисер, он в принципе хорош в использовании. Переходим к следующим позициям товара, которые мне пришли. И про которые я не могу вам не рассказать. Во-первых, это вот такие вот кусачки. Их удобно использовать, если вы делаете какие-то изделия из проволоки. Даже если вы делаете какие-то жуты, лариаты, которые должны держать форму. И в них вы используете проволоку. Вам обязательно нужны будут вот такие вот щипчики. У меня инструментов уже реально очень много. Но все-таки еще одни в коллекции не помешают. И следующая позиция товара, это вот такая вот книжечка-шкатулка. Книжечка-шкатулка качественная. Во-первых, что можно сказать сразу. Магнитик, он очень такой, ну, довольно-таки сильный. Чтобы его открыть, нужно приложить усилие. То есть, если вы просто повернете и потрусите, можно быть уверенным, что крышечка не откроется. И все ваше добро не высыпется. Вот. Сверху он чем-то похож на ткань. Вот эта вот штука. Ну, она приятная на ощупь. Картинки есть разные. Ссылочку я вам тоже оставлю под видео. И цена довольно-таки бюджетная. Поэтому я уверена, что если он вам приглянулся, вы обязательно сможете себе его позволить. Ну, шкатулочка реально классная. Что тут можно говорить? Вот так вот она смотрится. Вот так вот она выглядит сзади. Тут очень симпатичная птичка нарисована. Она вместительная будет. Туда поместится много-много всего. Ну, ее я вам тоже могу рекомендовать. И, друзья мои, теперь должна я вам рассказать про свое разочарование. Мое разочарование это вот такой вот бисер. Честно, я хотела провести розыгрыш и разыграть именно вот этот вот набор бисера. Но когда он мне пришел, я его увидела. Я поняла, что... Ну, не могу я просто этого сделать, потому что сам бисер, он неровный. Это бисер златка. Бисер 11-го размера. И сейчас я вам расскажу, я вам научно покажу, чтобы вы поняли все мои претензии к данному бисеру. Смотрите. Он критически неровный. Абсолютно неровный. Поэтому, ну, как бы розыгрыш немножко не состоялся. Он весь разных размеров. Он неровный. Один квадратный, второй круглый. Единственное, что реально очень красиво смотрится, так это вот эти вот баночки. Они качественные, они хороши. В действительности закрываются вот такой вот пробочкой. И, ну, баночки смотрятся очень мило. То, что действительно подвело качество самого бисера. Это китайский бисер златка. Я раньше его не использовала и нигде, в принципе, не видела. Но вот, что я могу сказать по этому поводу. В любом случае, есть огромное количество позиций товара, которые мне просто безумно понравились в данном интернет-магазине. Наверное, нужно просто тщательно выбирать, чтобы не попасть на вот такие вот какие-то разочарования. Так что данный интернет-магазин я вам 100% могу рекомендовать. Кроме того, в данной, в этой, в сети этих интернет-магазинов, там даже не сеть интернет-магазинов. Это сеть огромных супермаркетов в России, которые, в принципе, ну, насколько я видела, в Питере и в Москве, они встречаются фактически в каждом торговом центре. Поэтому это распространенная сеть, и, ну, у них очень хорошая реклама, и, в принципе, все положительные отзывы. И я тоже могу дать исключительно положительные отзывы, просто это, наверное, я не доглядела, когда выбирала вот этот вот бисер. Ну, такое тоже иногда бывает. Еще, чтобы было приятно, так это то, что в посылочке пришло много вот таких вот журнальчиков. Они, я так понимаю, распространяются бесплатно. Это журнальчики с разными-разными мастер-классами, также с рекламой разных позиций товара. Мастер-классы тут на любой вкус, и по вязанию, и по флористике, и по художественной какая-то часть. И вот такие вот наборы для рукоделия, самые разные тут предлагаются. В общем, магазин хороший, и рекомендовать я его однозначно вам могу. Ссылочку на данный интернет-магазин я вам оставлю под видео. Посылочки доходят довольно-таки быстро. Посылки по Российской Федерации приходят вообще молниеносно, буквально там. Если сегодня вам отправляют посылочку, то послезавтра вы ее уже получаете. Так что на качество рассылки я вообще никаких, никак жаловаться не могу. Посылочки доходят быстро. В общем, вроде бы все, что я могла вам рассказать по поводу данного интернет-магазина. Друзья мои, я очень надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте фотографии ваших работ по тем материалам, которые вы видите в данных обзорах и не только в наших группах в соцсетях. Ссылочки на которые я вам оставляю под видео. Если вы еще не заказали мою книгу, у вас еще есть такая возможность. Ссылочку на нее я вам тоже оставлю под видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!